Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем краситься, и делать мы это будем моими древними фаворитами косметики. Сейчас вообще идет какой-то тренд у бьюти-блогеров, в том числе американских, ну не в том числе, а в первую очередь вспоминать старое, вспоминать былое, и в общем всю свою вот эту косметическую биографию пробовать заново. И я подумала, почему бы и нет, это будет действительно интересно вспомнить, чем я красилась в самом начале своего канала, рассказать вам и снова попробовать эти средства. У нас сегодня будет небезызвестная Naked 2, конечно же, звезда просто моего канала, да и не только моего. Это Bourjois Healthy Mix Serum, который вдруг снова появился в магазинах, он пропадал на некоторое время, но снова появился. А помадка Rimmel в оттенке Aisha, которая, знаете, о многом говорит, вот это название, и сама помада тоже много воспоминаний навевает. Ну и в общем много-много таких вещей, которые я использовала когда-то очень-очень давно. Некоторые из них, кстати, до сих пор в числе моих фаворитов. В общем, давайте начнем и накрасимся как раньше, только надеюсь получится лучше. Сразу хочу вас предупредить, что в этом видео я вам буду еще рассказывать некоторые истории, знаете, ну вот вспоминать, что там было 4,5 года тому назад. Свой канал я начала вести в августе 2014 года, я даже помню дату, 7 августа я выложила свое первое видео. Но, естественно, я начала думать о канале раньше, я зарегистрировала канал еще в апреле, 19 апреля он зарегистрирован. То есть, представляете, какой срок прошел между регистрацией и фактически первым видео. Дело в том, что я тогда уже снимала, у меня не получалось, там первое видео я записывала, наверное, раз в 40, но мне все не нравилось. И до сих пор это видео, оно просто вообще абсолютно нелепое, но все равно я иногда его смотрю, чтобы вспомнить, какой путь был пройден. А также свой канал я решила вести, когда я жила еще в Таиланде. И, собственно, это несколько объясняет выбор некоторых продуктов. На тот момент я, ну, у меня не было какой-то большой палетки теней, и тогда я купила себе Naked 2. Она просто гремела на YouTube, все ее очень-очень хвалили, все говорили, что это супер, там Naked 1, Naked 2. И я тогда попала в Sephora, которая в Малайзии, в Куала-Лумпур, и выбрала себе вторую палетку. Я очень долго тоже думала, какую выбрать, первую или вторую, и решила, что все-таки вторая мне нравится именно по оттенкам больше. Вот она до сих пор со мной, и я до сих пор использую вот эту вот кисточку. То есть ей уже 5 лет, как минимум, этой палетке. Ну, самое главное, давайте начнем, конечно, с тонального крема. Это Bourjois Healthy Serum, Healthy Mix Serum, который мне в свое время посоветовала моя подруга Джой. Давайте уже начнем его наносить. Это, кстати, оттенок номер 51. Я обычно всегда покупала 52, потому что, ну, это вот прям идеально мой цвет. Но сейчас я вообще такая бледненькая. Вообще, у меня, знаете, бывает такое время, когда у вас не очень кожа, что бы вы ни делали. Это, в общем-то, объяснимая, объяснимая вещь. Ну, так вот, и моя подруга Джоя, она в то время уже очень увлекалась бьюти-блогами. Ну, разумеется, на тайском языке. Вы можете найти наше совместное видео. Это было второе видео, выпущенное на моем канале. На самом деле, записано оно было самым первым, где мы рассказывали про то, что у нас в косметичках. И Джой как раз мне рассказала, что тайские блогеры, они все очень сильно хвалят вот этот вот Bourjois Healthy Mix Serum. Мы с ней поехали в магазин и купили его. И она купила, и я купила. И, в общем, мы стали его пробовать. Поняли, что действительно очень классная тональная основа. И с тех пор это один из моих самых любимых тональных кремов. Ну, вот уже почти пять лет прошло, а он все еще в фаворитах. И раньше я наносила тональный крем руками. Потом у меня был период, когда я его решила наносить с помощью кисти. Вот помните, все тогда вот этими плотно набитыми кисточками наносили, пока я не поняла, что у меня просто отваливается рука. Вот эти все движения совершать. Если плоской кистью у меня получаются полоски, в общем, какая-то была все время ерунда. И поэтому я делала просто вот таким вот образом все это. А потом я купила себе бьюти-блендер. Свой первый бьюти-блендер, который пал жертвой неравных боев с котами. По-моему, на тот момент кот был все-таки только один. Но потом к нему очень скоро присоединился еще и второй кот. И бьюти-блендерам, конечно, уже пришлось совсем не сладко. Вот у меня есть влажненький бьюти-блендер. Кстати, очень часто я использовала не бьюти-блендер в своих первых видео, а всякие обычные вот такие вот нарезные спонжи. И по поводу бьюти-блендера, знаете, когда курс рубля к доллару был там где-то 35 рублей за доллар, а бьюти-блендер, который стоит 20 долларов, ну как, несложно посчитать, стоил 700 рублей примерно, было, конечно, жалко, когда кот его схватил, утащил куда-то и скусал, и задрал. Ну, в общем, вы знаете, что коты вот это вот все просто обожают. Всякие спонжики, они их постоянно воруют и постоянно просто раздирают в клочья. Ну, а когда курс доллара поднялся, соответственно, тут уже несколько другой накал эмоций возник, когда коты что-то такое делали. И с тех пор все спонжики у меня всегда стоят закрыты в шкафу, который вообще не приступен для этих котов. Ну, вот как хорошо получилось, видите, может быть, немножко он светловат, а может быть и нет, это 51 оттенок, самый светлый оттенок из тех, что продается в России. Ну, если у вас очень светлая кожа, вы прям совсем беленькая, может быть, он вам даже не подойдет, потому что у всех, у всех тональных средств от Буржуа явно желтый подтон. Дальше мы переходим к консилеру. Консилеров любимых у меня было несколько, таких вот, знаете, бюджетных, и прям вот, которые я использовала, использовала. Когда я только начала снимать видео, у меня был любимый консилер L'Oreal Perfect Match, он же True Match, и много у него всяких разных названий. И он выпускался, помните, в таких маленьких кругленьких упаковочках, но потом его стали выпускать вот в такой упаковке. Я думаю, что мы его сейчас и возьмем, и будем использовать. А уже потом моими любимчиками стали, во-первых, вот такой вот True Match, который является аналогом консилера от Yves Saint Laurent. Я тоже его очень много раз вам показывала, нахваливала, нахваливала. Ну и, в общем, вот он. До сих пор у меня есть, конечно, не тот же самый, иначе это было бы странно, но, по крайней мере, его, его последователь. И, конечно же, знаменитый Catrice Liquid Camouflage, который я до сих пор люблю, просто сейчас как-то уже много других консилеров, похожих на него, или даже таких же, как он. А, ну вот, вот этот тюбик тоже со мной. Ну, давайте возьмем вот этот, и его будем использовать. Честно говоря, сейчас мне этот консилер не понравился, потому что что-то он как-то слабоват, как-то вообще слабо он перекрывает. Ну и, в общем, все, что было видно на коже, все так и осталось видно. Что у нас дальше? Дальше, конечно же, у нас будут брови. Консилер чуть-чуть попозже закрепим, дадим вот этому всему сейчас усесться на лице. И вы знаете, когда я училась в школе про то, чтобы прям сильно красить брови, особо никто и не слышал. То есть, конечно же, брови красили, но больше всего их выщипывали. Было модно, чтобы брови были тоненькие. Потом уже пришла вот эта мода на такие вот прям брови-брови. И когда я только начала вести свой канал, я ничего не делала со своими бровями, кроме как выщипывала их в самых странных формах. А еще я их подстригала ножницами. Иногда у меня, знаете, вот когда было особенно плохое настроение, там как-нибудь вот так вот сделаешь, потом еще разочек, потом еще разочек, и уже на следующий день счастливо снимаешь видео без бровей. Ну, в общем, брови у меня были реально странные в начале введения моего канала. И потом я начала уже их подкрашивать либо какими-то тенями, либо карандашом, либо там тушью для бровей. И постепенно это все пришло к тому, что мы видим сейчас у меня на лице, к тому, что я их перестала трогать. И они, в общем, теперь в более-менее своем естественном состоянии. Но им теперь требуется помада для бровей и тушь для закрепления волосков. Помню, когда у Maybelline появились вот эти вот карандашики. Они мне очень сильно нравились. И вот сейчас у меня есть такой карандаш, что это за оттенок. Это оттенок неизвестный какой-то. Я потом напишу в инфобоксе под видео. Но давайте, в общем, его используем. А, так вот же оттенок-то был написан. Это оттенок Medium Brown. И у меня такое чувство сейчас, что я просто разучилась ездить на велосипеде. Потому что, по-моему, я сразу себе сотворила какой-то кошмар с бровями. Но я реально довольно давно не использовала так вот, чтобы прям постоянно такие автоматические карандаши для бровей. И как-то, знаете, привыкла уже все это делать кисточкой и помадой. А тут вот какой-то карандаш как-то прям вообще очень даже неудобно и непривычно. Но ничего, ничего. Сейчас мы все это подкорректируем. Хорошо, что этот карандаш еще нормально вычесывается. То есть, можно тут, если где-то вы наляпали, это все расчесать. Ну, в общем, получилось, что получилось. А сейчас косметический олдтаймер переносит нас во время, когда появилась только вот самая первая вот эта броудрама от Maybelline. И она была несколько другая. Если вы помните, у нее была ужасная просто щеточка, где вот здесь был огромный такой пушистый шар. И это было очень странно. И все тогда говорили, ну, там классная тушь, но зачем этот шар? И это был настоящий прорыв в свое время, потому что Maybelline тогда запустили огромную линейку для бровей. Тогда все начали сходить с ума по этим бровям. Это вот прям самое-самое было начало. И очень сильно все покупали эту тушь для бровей. Потом уже появилась моя любимая Brow Precise, которую уже сейчас убрали. Ее можно купить только в онлайне. А Brow Drama сменила щеточку, и она у нее стала более-менее нормальной. Сейчас мне как-то тоже она уже не так сильно нравится, потому что, вы знаете, мне как будто не хватает фиксации. Я все-таки привыкла, когда в туши есть какие-то волоски еще дополнительные синтетические, потому что они, как ни странно, тоже дают как бы такой эффект большей фиксации. Или, может быть, туши, в формуле которых есть эти синтетические ворсинки, они более какие-то фиксирующие. И мы приходим к другой туши, которая называется Make Me Brow. Это вот эта вот тушь от Essence. И в ней как раз были синтетические волоски. Сейчас ее хочу поверх нанести, потому что, ну, реально как-то, как-то не очень получилось. Ну, а теперь, наконец-то, переходим к теням. И вот эта вот палетка Naked 2, вы знаете, я не очень-то ей, на самом деле, часто и пользовалась. То есть, ну, вообще-то нет. Я вижу, что некоторые рефилы здесь такие побитые. То есть, сразу видно, какие оттенки мне нравились больше всего. В последнее время я очень редко ее достаю, но все равно иногда приходится. Потому что, например, когда я снимаю видео для портала Makeup.ru, некоторые знают, что я уже давно для них снимаю видео, то вот часто бывает, что она нужна, эта палетка. И когда я только ее купила, я уже тогда знала, что есть еще и праймер под тени, тоже Urban Decay. Мне его хотелось попробовать, но меня как-то задушила жаба. Потому что я подумала, что, ну, я никогда не пробовала. Я не знаю, вообще, нужен он или не нужен. И с этими тенями всегда были такие маленькие пробнички с праймерами. И, в общем, так я никогда и не купила этот праймер самостоятельно. Но у меня все время были какие-то пробники. Вот этот я не знаю уже, откуда я вытащила. Это Original Primer. По-моему, он был с палеткой новый. Naked Reloaded в комплекте. Ну, давайте его сейчас и нанесем. Честно говоря, у меня, конечно, был довольно часто странный такой макияж. В первых видео, наверное, в первые годы два. И сейчас, когда я открываю эти видео, чаще всего я думаю, странно накрашено. Но иногда мне очень нравится. Я думаю, ну, как-то прям, как-то прям вообще классно. Как это я так сделала? И давайте теперь будем наносить тени. Я понятия не имею, что я сейчас с ней сделаю. Ну, наверное, что-то такое базовое. В принципе, с этой палеткой Naked 2, что вы можете сделать? Золотистый макияж, серебристый макияж, бежевый макияж, коричневый макияж и черные смоки. Вот, пожалуйста, варианты макияжа, которые реально можно сделать. Здесь та самая кисть, которую я использую до сих пор. Она у меня просто отдельно стоит в моем стаканчике под кистью. И очень часто она мне нужна. Отличная кисть, до сих пор служит. Хотя, вот опять же, уже 4,5 года я ей пользуюсь. Вот, боже мой, кажется, кто-то забыл про особенность теней от Urban Decay. Это то, что вот эти вот первые палетки, они сильно осыпаются. И для этого у нас есть пудра от Max Factor. Это знаменитая F.S. Finity. С помощью этой пудры мы сейчас будем фиксировать консилер под глазами. И вы знаете, она у меня очень темного цвета. Причем это оттенок 002, который называется Ivory. То есть, по идее, он должен быть светлым. Эту пудру я начала использовать, когда еще училась в старших классах школы. Она причем была, еще тогда она была дорогая. То есть, она и сейчас дорогая, и тогда она была дорогая. И на самом деле, это не совсем пудра. Это тональная основа в виде пудры. Я про нее вам часто рассказывала. Это пудра, которая имеет супер такой плотный пигментированный слой. И если у вас очень жирная кожа, вы можете ее использовать там влажным спонжиком, либо сухим спонжиком, вот прям тех, которые здесь есть внутри, чтобы наносить в качестве тональной основы. Почему мне она нравилась в школе? Потому что она перекрывает просто все. Но лицо, естественно, после этого становится абсолютно таким вот, как маска, таким всем залитым просто этим слоем пудры. Очень матовым и без каких-то высыпаний, которые будет видно. Но это, конечно, такой экстремальный. Экстремальная вещь. Не всем она подойдет. Теняем мы почти закончили. И, кстати, я очень-очень сильно не любила подводить нижний век. Я до сих пор не люблю это делать и объясню почему. Потому что я считаю, что это очень сильно утягивает мои глаза вниз. Они такие становятся усталые. Но когда вы делаете, например, интенсивные стрелки или хорошо такие пушистые реснички, такие хорошо завитые, тогда это уже не так работает. То есть это уже выглядит намного лучше. Но к ресницам мы с вами еще вернемся. А сейчас хочу сделать стрелки с помощью, конечно же, ластинг-драмы от Maybelline. Я в последнее время пользовалась вот такой вот в оттенке Black Chrome. Это черная подводка, но в ней есть небольшие блестки. Вот купила свою любимую. Это Noir Black. Просто черная подводка от Maybelline, в которой есть кисточка, что очень важно. Я считаю, что эта кисть, это вообще лучшая, лучшая кисть для подводки, которая когда-либо была изобретена. Потому что она суперудобная. Просто невероятно удобная. И с ее помощью я все время крашу вообще все гелевые подводки, которые у меня есть. Кстати говоря, раньше я любила еще делать стрелки вот этим вот черным оттенком. Но, к сожалению, Urban Decay довольно сильно осыпаются вот в этой палетке. И у нас, в общем, будет какая-то грязь под глазами, если мы сейчас это попробуем. Ох, свеженькая кисточка из ластинг-драмы. Вообще прелесть. Открываем подводку. И вот она вот такая вот идеально черная. Обычно, когда я пользуюсь вот этой гелевой подводкой, вот эту линию, которая во внутреннем уголке глаза, я еще довожу с помощью лайнера. Потому что просто он потоньше. И им какие-то тоненькие движения делать удобнее, чем вот этой. Но лучше вот этой вот кисти для того, чтобы сделать кончик стрелки. Опять же, еще ничего, по моему мнению, просто не придумали. И я тут еще немножко какую-то, знаете, горбатую стрелку сейчас сделала. Как-то вот, вот как-то не пошло. Но ничего страшного, ничего страшного, потому что сейчас мы накрасим ресницы, и все будет в порядке. Но перед тем, как мы их накрасим, мы еще должны подвести это пресловутое нижнее веко. Кстати, сейчас я еще обязательно прокрашиваю водную линию верхних ресниц при помощи черного карандаша, потому что это реально очень сильно все меняет. И ресницы выглядят намного гуще, и вообще, ну, как бы стрелка без белых проплешин получается. Поэтому сейчас давайте вот этот момент поправим. Сейчас бы я эти тени покупать не стала бы, честно говоря, потому что мне кажется, что они все-таки уже морально устарели. И вот эти оттенки, они очень красивые, их можно использовать вообще в любом макияже. Их можно использовать каждый день. Реально хорошая палетка, но сами и оттенки как бы уже действительно не такие какие-то очень уж модные. Но это ладно, это другой совершенно вопрос по поводу моды. Но они осыпаются, и мне кажется, что сейчас просто так много разных палеток, именно базовых, которые и по качеству лучше, и по подбору оттенков как-то интереснее. Ну, в общем, так, знаете, вот чисто, чисто морально устарела эта палетка. А дальше мы с вами должны подкрутить ресницы, конечно же, и накрасить их моей любимой тушью. Это объем миллиона ресниц, соу кутюр, она ароматизированная, и я ее просто обожала. Это тушь, которая идеально мне подходила. Ох, этот аромат какого-то печенья сладенького. И я когда-то почему-то, по какой-то неведомой для меня причине, не использовала щипцы для ресниц. И они серьезно, они изменили просто мою жизнь. У меня очень прямые ресницы, все время вам про это рассказываю. И если их не подкрутить, они так и остаются прямыми. Но если их при этом еще и накрасить тушью, то они становятся смотрящими вниз. По той причине, что под тяжестью туши они начинают опускаться. Особенно, если формула не водостойкая, а очень кремовая. И, соответственно, когда я их не подкручивала, у меня все время были как будто такие лысые глаза. И я смотрела, когда на свои видео, я думала, как так вот? Я вроде так крашу сильно прям ресницы тушью. Когда я их крашу, я вижу, что они прям такие длинные, объемные. Но на видео их не видно. Все дело было в том, что когда ресницы у вас вот так смотрят, соответственно, их не видно. Потому что они либо вниз, либо вот так вот прямо. А когда они вот так вот смотрят, это все меняет. Странный факт, что у меня даже были щипцы для ресниц. Просто я почему-то ими очень и очень долго не пользовалась. Но вот такие получаются ресницы. С одной стороны, это лучше, чем я ожидала. С другой стороны, это все-таки даже хуже, чем я ожидала. Вот такая вот путаница. Это сложно объяснить. Но у меня своя манера выражать свои мысли. Теперь я хочу сделать сравнение. Потому что, ну вот, мы поняли, как выглядит эта тушь на ресницах. Мне очень нравится этот запах. Мне реально нравится этот эффект. Но я просто сейчас уже привыкла к более какому-то драматичному эффекту. Ну и, конечно же, это будет, ну безусловно, это будет Catrice Glam and Dull водостойкая версия. И давайте просто ради интереса мы сравним одну тушь с другой. То есть, вот на втором глазу я хочу накрасить своей любимой тушью. Но я думаю, что теперь разница очевидна. В чем вообще смысл водостойкой туши и неводостойкой туши. И причем интересно, что если просто смотреть на длину ресниц, то она одинаковая. И объем тоже у них примерно одинаковый. А просто вот эти вот они смотрят прямо. Ну, как бы не совсем, но они, по крайней мере, не наверх смотрят. А вот эти вот смотрят наверх. Вот так вот. И в этом причина, почему я люблю водостойкие туши. Не только это, это просто моя любимая, но также и другие версии водостойких тушей мне всегда подходят больше. Теперь, что нам остается? Вы знаете, момент, который мне вот очень бросается в глаза, это то, что покрытие Bourjois Healthy Mix Serum, его, конечно, недостаточно для видеосъемки. То есть, для жизни он великолепен. Он дает среднее покрытие, можно легким нанести, если прям растушевывать таким влажным спонжиком. Но для видео, конечно, маловато, потому что проскакивают вот эти все какие-то воспаления там мелкие. Их все равно видно, тем более, что консилер, как оказалось, вообще не очень-то работал. Я не знаю, может, у меня раньше такая была хорошая кожа, что мне он так нравился. Мне казалось, что все вообще великолепно. А может, я как-то не очень тогда, не очень много консилеров пробовала. И, в общем, не совсем хорошо разбиралась в этом смысле. Давайте немножко я побольше наберу вот этим спонжиком пудры. Правда, у нас потом лицо будет такое как бы совсем безжизненное. Но все равно посмотрим, лучше ли станет после этого. Ой, нет, лучше не станет. Она очень темная. Не надо так было делать. Нет-нет-нет, это была совсем плохая идея. Интересно, в каком я вообще оттенке ее раньше покупала, если это 002? Может быть, у них не по порядку идет нумерация оттенков. В общем, я уже не помню, что там было с этой пудрой. Но явно она раньше не была такой темной. И сейчас мы еще нанесем румяна. Это буржуа в оттенке сена. Вот эти вот румяна, я их когда купила, мне просто очень понравилось название оттенка. Я вообще по этому поводу, мне нравится название оттенка, я его и покупаю. Это вообще совершенно неправильно так делать. И когда я его стала использовать, это, по-моему, это были самые мои первые румяна от буржуа. Именно в таком оттенке я подумала, что это какая-то жесть просто, потому что он имеет немножко такой кирпично-оранжевый оттенок. Но ничего, мы сегодня все равно будем им пользоваться. И, может быть, все будет хорошо. А может быть, и не будет. Кто знает, кто знает. Да, у шарумяна, конечно, темноватым. Ничего не скажешь, но все равно получилось более-менее нормально. В качестве хайлайтера я использовала вот такие вот тени от буржуа в том самом знаменитом 08 оттенке. И это были тени, за которыми просто все охотились. Их потом сняли с производства и сделали какие-то вообще нелепые совершенно тени, которые были уже совсем-совсем не тем. Но поскольку я их не смогла найти, они где-то у меня лежат, но я не смогла их найти, мы сегодня возьмем палетку Naked 2. Из нее возьмем оттенок Booty Call. Кстати, он самый такой пробитый. Видно, что я его любила. И будем его использовать в качестве хайлайтера. Ну все, ребят, мы почти уже на финишной прямой. Нам осталось выбрать помаду. Я когда-то вообще, когда вот начинала вести свой канал, мне так нравились разные помады. Я все время покупала разные помады. Но преимущественно это были какие-то бюджетные. Типа вот Rimmel мне очень они нравились. Конечно же Maybelline. И тогда вот эта вот линейка вот в таких вот футлярах, она еще была очень-очень маленькая. И в ней были, по-моему, только сатиновые оттенки. Матовые оттенки появились уже после этого. Знаменитый Color Sensational Matte. И тогда вот приходилось, приходилось пользоваться тем, что было в магазинах. Сейчас эта линейка вообще огромная. И мне еще очень нравились всегда помады Hydra Extreme. У меня их было много. И я помню, как один раз я решила проверить. А все-таки мне какие помады-то вообще идут? Открыла свой ящик. Там у меня было штук, наверное, 20 этих помад. И просто каждую помаду по очереди я наносила на губы, чтобы понять, какие оттенки мне на себе больше нравятся, какие меньше. И таким образом, в общем, я пришла кое-каким выводом, конечно. Они потом были еще неоднократно скорректированы. Но, по крайней мере, это какое-то мне дало понимание. Поэтому, если вы в такой же ситуации, когда вы не знаете, что вам идет, что вам не идет, вы откройте, возьмите свои помады и посмотрите. Посмотрите вот на себе в сравнении. Можете себя там фотографировать с каждой помадой, как вы выглядите. Но, разумеется, нужно делать скидку на то, что если у вас там какой-то макияж, при этом есть, он может сочетаться, либо не сочетаться с определенными оттенками помад. Так, я думаю, что мы сейчас возьмем вот эту вот Color Sensational в оттенке 620. Это оттенок Pink Brown. Как вы могли заметить, у меня, кстати, когда я начинала, не так было много какой-то люксовой косметики. У меня, я помню, был Benefit. Да, у меня, кстати, был же гель для бровей Benefit. Да, тот самый знаменитый, да. Был-был. Но вот эта вот штука, которую мы с вами использовали, в принципе, это его аналог, который стоит раз в 20 дешевле. Он у меня появился уже попозже, но Benefit мне тоже нравился. Еще у меня был тональный крем от Benefit. Что еще у меня было? Какая-то помада от Марка Джейкобса. Он тогда только запустил, ну вот буквально недавно запустил свой бренд. Было очень-очень модно. И вот из люксовых средств еще помада, по-моему, от кого у меня была помада? От Dior, что ли, у меня была помада. И пудра у меня была тоже Dior. Вся остальная косметика у меня была Maybelline, L'Oreal, Bourjois. И мне до сих пор все это очень нравится, как вы могли уже заметить много раз по моему каналу. Я обожаю бюджетную косметику. Мне очень нравится, когда можно сэкономить и получить хорошее качество. Но люксовую тоже люблю, корейскую люблю. В общем, вы можете на моем канале найти абсолютно любую косметику. Я стараюсь на самом деле для вас. Я хочу, чтобы вы могли прийти в магазин, вам что-то понравилось или что-то просто зацепило ваш взгляд. И вы знали, что на моем канале вы сможете найти на это обзор. Вот такая вот у меня цель. Я хочу дать вам максимально полное понятие о той косметике, которая есть на рынке. И чтобы вы реально были уверены, что на моем канале, скорее всего, вы это найдете. Вот, ну а теперь мы красимся помадой на этой счастливой ноте. Ох, ну красота же! Ну красота же! Вот ничего в ней такого нет. Это просто обычная сатиновая помада. Но мне очень нравится, как она смотрится. И у меня были очень сухие губы на протяжении всего этого видео. Они такие все какие-то, знаете, облупившиеся. Но она все замазала. В общем, все получилось хорошо. И еще вам не рассказала про вот эту Эйжу. Почему мне так она нравится? Ну потому что Азия это вообще мое самое любимое направление. Я жила там несколько лет. И сколько бы раз я ни была в Америке, в Европе, все равно Азия вот остается для меня самым-самым любимым направлением для всяких поездок. И всегда, когда я еду куда-то в Азию, я очень сильно радуюсь. Но правда, еще есть Южная Америка и Африка, и Австралия, где я никогда не была. И я думаю, что когда-нибудь я там тоже побываю. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Вот на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вам оно было интересным и полезным. И что, может быть, если вы со мной не так давно знакомы, вы как-то получше со мной познакомились. Правда, я не знаю, как эти истории вам помогли. Но во всяком случае, почему мне было интересно снимать такое видео? Потому что было интересно вернуться к этим продуктам, которые я раньше использовала. И вспомнить вообще, с чего все начиналось, какой путь был пройден. Путь был пройден, на самом деле, очень долгий в плане вообще всего. То есть, ну, реально. Наверное, не стоит сейчас про это рассказывать. Потому что это такая большая тема. Но действительно, очень многое случилось за эти четыре с половиной года. И это были очень-очень счастливые четыре с половиной года. В том числе благодаря вам, конечно. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам, чтобы мы всегда с вами были вместе. Вместе с вами. И до скорых встреч в других моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok